Я вас приветствую, дорогие подписчики и зрители канала, с вами вампиры, я продолжаю проходить игру под названием Средиземье Тени Войны. Итак, друзья, тень Саурона упала на Горгород, это вулканическая локация, индустриальная, я бы сказал, локация, настоящий завод, который кипит, пыхтит, работа здесь не останавливается, Вы посмотрите, из всех щелей, из всех труб видно, что прямо сейчас без каких-либо остановок идет работа, создаются очень крепкие латы для всех уруков и, конечно же, боевые машины. Эта территория для Саурона очень важна и поэтому, конечно же, он угрожает нам, отправляет свою новую, ожесточенную, свирепую армию и прямо сейчас он видит нас, он смотрит на эту территорию, он жаждет ее. Если мы посмотрим вверх, мы увидим то самое, Великое Око! Ну, вы что думаете, мы ему так легко, без боя прям вот отдадим эту территорию? Он, конечно, может, если сильно постарается и действительно отправил сюда лучших из лучших, то мы можем потерять эту территорию, придется вновь ее отхватывать. Но, поверьте, я сюда явился для того, чтобы защитить, так сказать, моих ребят. Где-то примерно 10 серий назад Горгород был, ну, самая у нас боеспособная крепость. Тут у нас какого уровня, давайте посмотрим. 428-го крепость мясорубки. Ну, теперь, конечно, на данный момент в Литлэнде там 600 какого-то, вот теперь Литлэнде считается самой боеспособной. Ну, тут осталось немножечко ее улучшить, еще одного вождя вот сюда можно воткнуть. Для этого, конечно же, я взял сюда великого, непревзойденного и несокрушимого шаку башни, которую мы обязательно отправим в бойцовскую яму, чтобы он улучшил полностью. И я смотрю, начали появляться прихвостные саурны, неизвестные капитаны. Их обязательно сейчас будем захватывать, перехватывать, чтобы полностью укомплектовать наш гарнизон. Плюс, хочу обратить ваше внимание, то, что на этой карте есть несколько противоборств и боевые отряды, которые обязательно нужно выполнить, если мы хотим, так сказать, на 100% пройти игру. Под конец серии мы уже тогда будем защищать эту территорию. Сейчас мы пойдем на неизвестных капитанов. Обоих обязательно захватим, переманим на нашу сторону. Но для начала мы с вами распределим 6 очков навыков. Это ровно по одному уровню можно дать каждому престижу. Плюс предлагаю улучшить наш меч. Меч, все-таки по уровню он... Ну, 68-го это как-то, ну, ни о чем. У нас уже талион 70, какого там, 4-го. Поэтому, если мы нажмем на цифру 2... Конечно, да, дороговато. 2 с половой, грубо говоря, потребуется, чтобы улучшить до уровня талиона. Но зато урон возрастет. Вот смотрите, 133. Сейчас, бац, 157. Почему я именно хочу с этим мечом уже прям ходить до конца? Ну, потому что шикарные, шикарные... Во-первых, увеличение урона при полном здоровье. Во-вторых, шикарная глефа, которая вызывает взрыв. Поэтому я и захотел именно улучшить. Ненужные мечи. Мы продаем высшие, редкие, все это продаем. Легендарные оставляем, все это пока коллекционируем. Потом в будущем, конечно, вот повторяющие, допустим, Видите, сколько у меня кинжала в бойне. Мы будем продавать тоже. Но пока что вот продаем обычные. Легендарочку оставляем. Кинжал, в принципе, я предлагаю тоже улучшить, потому что быстрые броски вызывают взрыв. Грубо говоря, кидаться с петардами, это довольно забавно. Поэтому улучшаем до уровня талиона. И вот интересно, что значит перековать усиление за самоцвет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне, честно говоря, это непонятно. Это, скорее всего, если вот это сделать, это другие особенности появятся у кинжала. Я так это понимаю. Ну, возможно, я не прав. Поэтому я пока пробовать не буду. Когда вы мне объясните в комментариях, тогда уже я приму решение, будем перековывать или нет. Все это обязательно вот ненужное продаем, потому что нам нужно больше денег. Кстати, лук у нас есть с 74 уровня, и он по урону на 56 единиц лучше. И даже я скажу, что он поджигает 50%, а тут замораживает. Все-таки поджигание поинтереснее будет. Замораживать мы можем и так, если будем перепрыгивать нашего противника. Так, в доспехах, что у нас тут? Тут есть, что у нас продать. Продаем. Доспехи пока я менять не буду, и улучшать, тем более, потому что улучшение у вот этих доспехов, под названием доспехи-слуги, ну, ни о чем. Наложить проклятие? Фигня. Вот, допустим, тут прям... А, тут тоже наложить... А, не-не-не, стоп, куда я смотрю. Тут заморозить. Вот это гораздо интереснее, плюс урон от разъяренных врагов снижен на 55%. Это очень хорошие доспехи. И по здоровью они лучше. Но! Ну, визуально это очень некрасиво выглядит. Тупо из-за этого я не хочу одевать. Не подходит под нашу масочку и под наш плащ. Поэтому эти доспехи я не буду одевать. Маску улучшать до уровня талиона я не буду, потому что вроде как рано или поздно мы еще найдем маски и они будут уже сопоставимы нашему, так сказать, уровню. Вот колечко можно другое выбрать. Вот, допустим, вот эта кровавая руна. На 16 единиц лучше. И союзные урки наносят на 50% больше урона. Приятно. Хотя там, конечно, яд, 90%, но все уже. Погнали. Задание. Прогульнемся по такому, я бы сказал, душному, душному горгороду, потому что все тут такое прям вот какое-то тусклое, негативное, повсюду пепел в воздухе. Сейчас посмотрим, кого там Саурон заслал к нам в гарнизон двух неизвестных капитанов. Обоих будем захватывать во что-то не стало. Ты поделиться не имеешь, что ты делаешь, да? Думаю, некоторые зазвы ли бы рады увидеть смерть вашего командира. Жаль, но я убью вас до того, как займусь. Так, надо вмешаться по-хорошему. Потому что я обоих хочу захватить. Оп. Как по тебе скрытность? Хорошо пролетело? У тебя лук действует, на тебя не действует. Понял, хорошо. Давай тогда сначала с тобой разберемся. Эй! Этвёрки такие же жалкие и слабые, как и ты. И скоро они будут дохлыми, как и ты. Сейчас по-быстрому от этого 63-го. Удивительно, прям оба лучшика на баку. Ни хрена себе, там быстрая стрельба у него ядовитая. Гитарно немножко. Угомоним нашего противника. И по-хорошему. А если я в это выстрелю, что будет? На голову. На голову упадет, банально вот что будет. Но под этими бревнами никого не было. По-хорошему, конечно бы нам теперь восполнить здоровье. Куда ты лезешь, бедолога? Ты первый хочешь, чтобы я тебя захватил? Я могу тебя первым захватить. Мне без разницы, кого из вас тут захватывать. Ух ты, блин, попал по мне. У тебя все равно не действует обстрел. Мороз не действует. Значит, тебе бесполезно перепрыгивать. Ой, хороо, шагом попал или это яд ядов сел на колени? Не, не сегодня, дружок. Я так не позволю тебе легко меня наказать. А, по мне кто-то стреляет. Поэтому я и на коле. Не понял, там Грауг что ли? Ни хрена себе. Я так понимаю, капитан 63-го уровня может Граугов призывать. Тогда наш ответ. Блин, он сломлен. Надо захватывать срочно, не успею, не знаю. И не того, мы захватываем. Да что происходит? Почему я не могу захватить, нажимаю на ел, не захватывается. Почему я не могу захватить, ало, игра, простись, ты обосралась. Нажимай на его, сейчас сработало. Удивительный факт. Может быть, из-за того, что он стоял, как-то неровно. Игра такая, считает, что типа ты не можешь захватить, потому что он там, я не знаю, в полете. Нету объяснений этому. Служи мне. Я буду служить с вами. Отступая, то я тут еще убью дурака. Хотя неплохой лучник ядовитый. Надеюсь, мой огненный Грауг одолел. Обычного-то. Я его не просто так призвал. Ипон Мать. И Карагуров он призвал. Давай захватим. Ладно, ладно. Черчь, слезай, сразись со мной. Хорошо, я слезу. Давай, удиви меня. Куда-то там собрался бежать, бежит на меня хотел. Все, можно принимать его. Он еще такой говорит, ты, мол, я типа медленный. Конечно, я медленный. Вступай в мою армию. Но тот лучник, который мы первого захватили, он посильнее будет. Но этот укоротитель, он может, видите, Граугов, Карагоров призывать. В этом плане тоже он, ну, как бы, неплохой. Левел ап. И сразу погнали на следующего неизвестного нам капитана, который решил испытать себя против Гули Матроны и ее выводка. Ну, на самом деле, серьезного, в кавычках, противника себе этот капитан нашел. С каждым годом кольцо и Сильдора отнимают у меня все больше сил. Но моя цель остается неизменна. Сдержать Мордор. Сдержать натиск Саурона. Опа. Схрена либо не покосилась. Раз, башня. Ты смеешь противиться башне? Ты сейчас что-то не понял. Это еще одна башня, что ли? Это какой-то прикол? Не, ну, у нас башню зовут Шака, а этот Раш. ходи-ка сюда. Бдительный. Значит, Сильдопыт хочет познать, что такое боль? Я покажу тебе лишь малую крупицу тех мук, что причиняет мне броня башни. Ты кто такой? Почему мне опять попалась башня, блин? Ну, конечно же, он не изминка обстрела, он бдительный, ни хрена себе. Пока что, я скажу вам, этот товарищ. Прямо сильнее будет нашего. Давай захватим. Бомжи, предлагаю перестрелять. Да я не удивлен, что он запинал Гули. Это же башня непобедимые и несокрушимые. Я, честно говоря, сейчас немножко ошарашен и в целом не понимаю, что происходит. Тихо. То есть на петарды тебе насрать по-любому. Это прям гадалки не ходи. Ага. Размечтался, дружок. Он еще морозостойкий. Чтобы вы понимали, в отличие цепи, в отличие от нашей башни, этот товарищ еще и морозостойкий. У нас как раз таки уязвим для холода. Его можно было заморозить, а этого нельзя. Чем еще меня удивишь? Погнали, долбасить. Конечно, берсеркера вот так вот лезть не стоит. Вот у меня и полбу дал разок. То есть заморозить его нельзя. Сраный лучник. Он бдительный. Жесткий, жесткий прям вот этот раж. Пока что, как по мне, он превосходит нашего истинного башни, я бы сказал. Блин, лук-хай. Ну, вообще не вовремя ты пришел, и стрел у меня нет, как назло. Ага, размечтался. Ни хрена себе, ты еще и укротитель зверей, я смотрю. Крагоров может призывать. Внезапно. Сейчас потихонечку, помаленечку мы его запинаем. Так вот, желательно бы здоровье восполнить. Хотя, в принципе, нормально. Держимся. Дайте-ка я на секундочку посмотрю, мне прям стало интересно, гарнизон. не понял. Что, простите? А, 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 а где моя башня? Я, конечно, все понимаю, настал 24-й год, но, он что, в запой ушел, что ли? Я сейчас потерял дар речи, я не понимаю. А, что, простите, происходит вообще? Я, вот, на ваших глазах, вроде как, не размещал никуда шаг у башни, но, при этом, его нету в сторонниках, и, в целом, в гарнизоне. А, куда он мог пропасть? Он что, вообще там забухал? Все, Новый год, можно с концами там пропасть, и неизвестно, когда появиться. Это что, магия вне Хогвартса, или что? Я такого никогда не видел. Это что, бах какой-то, или... Я понял, я понял. У меня в гарнизоне он пропал, сделал вид, что все, он типа сбежал, больше он со мной дела не имеет, он решил сменить имя на Раш, басни, и появился в гарнизоне. Ну, как это еще, можно объяснить? Его нету у меня в кармашке, но зато он появился в Горгарте. Ну, под другим именем и под другими особенностями. Ну, все особенности нам его неизвестно, это сейчас надо будет, так сказать, его захватить и полностью рассмотреть. то, что мне потерял это все фигня. Ага, хрен себе. Цепи опять достают. Наш тоже мог цепи доставать, на удивление. Опять кого-то призывает. Когда он кричит, это кого-то он призывает. Но что-то пока никого нового я не видел. Я так понимаю, живот так может призывать, он укоротитель зверей. Ну, попробуем, захватим его. Слышь, признавайся, друг ты мой сердечный. Ты же не раш, ты же шака, ты мне подчинялся. С другой стороны, он не был верхом на карагоре, у нас верхом он был. Ну, ладно. Я не знаю вообще, что происходит, но это очень странно. Теперь ты сражаешься за меня. Ты стоишь перед башней. Так, отступай. И сейчас мы будем, будем смотреть. Да ипоном мать! Это псарня мне уже надоело. Все, выманитесь. Теперь дайте ко мне внимательно его осмотреть. Появился еще какой-то неизвестный капитан. Подробности. Я не помню, какие слабости были у шаки башни, честно, но у этого казни наносят им большой урон уязвим для огня и уязвим для зверей. Единственное, что я помню, у нашего настоящего башни он впадал в ярость при виде пауков и когда его питомец погибает, он впадает в ярость. Вот сейчас мы сравним. неуязвим. Неуязвим к обстрелу, едостойкий, морозостойкий, бдительный. В этом плане, конечно, раз лучше шаки. Прям вообще никаких вопросов я не имею. Тут прям гораздо у него интереснее неуязвимости. В плане ненависти. Его бесит слабость. Приходит в ярость при виде ошеломленного капитана или орка более высокого ранга. Ну, на самом деле так себе. У того башни поинтереснее была ненависть, хотя просто каков шанс, что противник будет ошеломлен? И то, что он будет более высокого ранга, когда уже башня практически на пике своего уровня. Хотя тут второе что-то есть. Его бесит соперник Окбур Собиратель Мяса. Тебя надо водить под ручку с ним, чтобы ты всегда был в ярости. Профильный класс Укротитель. Ну да, у нас он не был Укротителем. Звериный рев, Укротитель Карагоров, цепи ужаса были, контратака дикаря тоже было. Интересно. Высшее качество могучие дикари, но при этом у него нет отряда дикарей, высшее качество защиты от проклятий и с проклятом оружием ходят. Плюс стая Карагоров с ним и убийца зверей он. Ну, ты давай переодевайся, переодевайся, переодевайся. Это же ты, ты переоделся, хотел просто сбежать, специально сменил имя, блин. Я под другом. Не, ну, понятно, тут в чем-то он лучше, чем-то хуже. Допустим, у него нету Карагора, это меня радует, потому что, когда он был в Верховной Карагоре, это только хуже. Не, в принципе, сейчас у него бабла вкинем, и все будет хорошо. Допустим, дадим ему дадим ему огненное оружие, во-первых. Нафиг ему это проклятое оружие. Если у него такой показатель высшее качество могучий дикари, то тогда лучше убрать у него стаю Карагоров, я думал, он может всех животных, не только Карагоров, но и Грауго там призывать, нет, он только Карагоров может. Ну, если у него вообще какая-то хрень непонятная, тогда должно быть высшее качество стая Карагоров, а не могучие дикари. Какая-то немножко несопоставимая вещь. Ладно, сейчас разберемся. Сначала надо ему дать огромную силу, однозначно. Без этого прям никак. Я бы ему толстокожесть еще дал, но, к сожалению, тут не получится этого сделать. Увы. Так, огромная сила заменяет защиту от проклятия. Она тебе это защита от проклятия в жопу не сдалась. И раз у тебя высшее качество могучие дикари, значит, тебе надо дикарей дать отряд. Тогда это будет логично, а так вообще никакой логики не вижу. Давайте дадим ему отряд закарей. Ну, как-то так. Ну, в целом он лучше. Он лучше нашей, так сказать, кровной и родной башни. сейчас погнали сразу на следующего неизвестного нам капитана, который почему-то под синим индикатором. Что происходит с игрой? Как будто типа это мой. Это мой капитан там сражается, но при этом это неизвестный вражеский. Что за прикол происходит? Я не понимаю, после нового года игра решила меня совсем убить логикой и непонятными картинами вообще в целом. Это на самом деле очень странно. И кто тут? Сейчас скажут Шака башня здесь, да? Это вообще бас от смеха. Нет, какой-то лук-хай. В сравнении с мощью саурна гулини, что? Да дарует властелин нам победу. Ну, а вот почему-то что-то нашло пришел. Пришел загнут на огонек и прирезать себя. Надеюсь, не помешал? Вот почему это задание наш. Потому что там двое наших пришли. Так, а что я это? Не могу прыгнуть. Прыгай, давай. Да, игра меня не перестает удивлять. Давай попробуем сверху сигануть. Нифига себе, там одна вспышка и одной пердушкой петарды уничтожили всех гули и получил титул убийцы гули этот лук-хай. Мы сейчас сверху попробуем на него сигануть. Я не думаю, что он прям бдительный. Не получилось, ну ладно. Да ладно, уже истекать крови, что у вас так тут херачится? Человечешка! Ты нанес бесчисленное оскорбление темному властелину, захватил его город, настроил против него мертвых и осквернил бороду. Но расплата близка. Главное, я успел бомжа поднять эту огромная силу, что как это прям так фигачит. Я смотрю, мощно. Давай поговорим с тобой. Хотя нет, ты сейчас домой поедешь, я чувствую. В дистанционке ты слаб, я смотрю, казнь, тебе урон высокий прилетает, поэтому иди-ка сюда. Я не знаю, что мои два дурачка тебя отсосали. Ну, он прям их раскидал как детей. Вступай в мою армию. Все, отступай. Так, давай прям поблизости соберем. Тут самоцветы халявные валяются. Кто-то растерял. И посмотрим теперь на ситуацию. Еще один неизвестный появился. Давайте захватим. И получается полностью гарнизон будет укомплектован. Это, конечно, меня радует. А где это задание? В принципе. Давайте тогда вот сюда телепортируемся отсюда поближе будет добраться. Вот, честно говоря, я сейчас сижу и не могу осознать того факта, куда мог деться Шака. Неужели он правда посменил имя на Раш? И типа ему надоело со мной ходить бок о бок, кто-то написал в комментариях как шарик на цепи блин. Ну, я просто не понимаю, что это сейчас было. С другой стороны, я как бы рад. Вроде мы приобрели посерьезнее башня, чем у нас была. Но я могу быть неправ, конечно. Напишите по поводу этого в комментариях. если бы конечно у него была толстокожесть и огромная сила, вообще вопрос не было. Так, ушак буран против неизвестного капитана. Давайте посмотрим, кто там. Какой-то берсерк. Почему мои враги не дают мне просто их убить? Почему они все время раздувают из этого шумиху? Черное сердце. Это должно меня напугать. Да ты шутник. Ну-ка, иди ксюля. Разочек ему сейчас зарядим голу. Ага, что ты там готовишься сделать? Не, дружок. О, он, по-моему, уязвим, как не гляньте, как гляньте, как хорошо прям горит. Ага. Давай. Явился, не запылился, Неважно, вам обоим конец. Такой самоуверенный молодой человек. Найте петарду в жопу. А все и гухана. Ты мой! Клянись верности, Орк. Вот зачем тут сложнее, сейчас придется, я лучше тебя убью, чем я буду сейчас тратить на тебя время, железную волю тебе ломать. Серьезно. Легче убить, ей-богу. А это не легендарный был берсерк, я так понимаю, потому что, я смотрю, выпало редкое, либо высшее. Неизвестный какой-то появился, да? Арсаку пещерник, 81 уровня. А что происходит? Откуда они полезли? И при чем, мне сразу известные, прям, ну, то есть, нескрытые, что происходит в гарнизоне? Че, блин? Озлобленный 80 уровня. Я немножко не понимаю, че еще происходит. Пещерник. Какой-то приперся. Вот он он. Гля, какой улыбака. Неизвим казнь, неизвим обстрелы, морзостойкие, его бесит, короче, резьми перепрыгают. Нихрена, он жесткий. Разрушитель, подрывники, последний взрыв, высшие бомбы, землетрясение, железное, что за жесткие ребята пошли. Подожди, если он бдительный, как его вообще бить-то? Выходить из могилы, если ты любишь музыку, так я тебе сыграю. Он бдительный. Попытаемся сейчас его, конечно, запинать, но это прям... Ёпт, вы налево, еще бомжей, прям куча. Казни ему урон не наносит, он разъярен еще. Ну, конечно, потому что перепрыгнул через него. Он морзостойкий, блин. Буран, мне кажется, хана сейчас прибыли, ну или мне хана. Охренеть, что за жесть происходит? Почему-то серия слава, но он еще и разъярен. Надо, чтобы он успокоился, иначе его убьют, блин. К сожалению, его убили. Я его хотел понизить, захватить потом, но увы и ах. Я не совсем понимаю, что сейчас происходит. Почему резко начали появляться, причем известные мне вражеские капитаны? Там Саурон что, ошалел отправлять мне столько противников? Ну, вот на какой-то кореш. Хрен догонишь этого кореша. Ну, попробуем. Блин, вот этот Каргор сейчас учует, его надо убить. Ну, хотя бы не бдительный, спасибо. Такой красавец. Чтобы довести это оружие до ума, пришлось раздобыть немало яда. Надеюсь, ты успеешь оценить мое усилие, прежде чем я убью себя им. Довольно редкий такой типаж капитана. Кстати, я был удивлен, я думал, он будет сейчас не уязвим там к обстрелу, но нет. Но это вообще понижать придется в любом случае. это конечно хрень по мне попадет. Трусливый орк. Походу, он стал маньяком или дурачком, безумным, короче. Стал обычным дурачком. Охота на гули. сразу отправился на задание он. И мы, конечно же, туда сразу явимся, чтобы захватить его. Раз он стал безумным, он будет все время одну и ту же фразу какую-нибудь там нам рассказывать. Скорее всего, про яд, потому что он тесно связан с ним, скажем так. Когда мы с ним встретились, он хвалил то, что вот у него оружие там пропитано ядом, и я быстро умру от него там бла-бла-бла. Давайте посмотрим, что он еще скажет. А, он вообще разговаривать разучился, он теперь это... Короче, макака. Один слов, макака. Че, попробуйте его скрытно опять ударить. Опа. Ой, хорошо-то как прилетело. Бомжей убиваем. Дурачки нам тоже в гарнизоне нужно, куда без таких. Хотя я говорю, в визуальном плане капитан очень интересный, но в плане преимуществ какой-то он слабоват. Типа, к стрельбе уязвим, казни уязвим, к скрытности уязвим, поэтому странный тип. Так, ну сейчас давай посмотрим на гарнизон, изменилась ли ситуация. Я буду не удивлен, потому что это херня происходит, непонятно. Так, ну вроде меня потеряли, отлично. Этот на задании. Ну давай ускорим события и понаблюдаем, что будет происходить в гарнизоне. Тем более два слота свободных. Это вполне победил на задании. Красавчик. Это вполне, что кто-то может появиться. А может и не появиться. Это абсолютно нормальные вещи. Ну еще раз ускорим. Если дурачок на Карагоре верхом обосрется на своем задании, не знаю, что я с ним сделаю. Если он умрет, я его воскрешу, блин. Не буду мучить его. Очень сильно буду мучить. Он победил на своем задании. Красавчик. И все, видите, вражеский больше не появлялся. Я вообще не понимаю, почему резко какой-то дурачок появился. Вот, кстати, кто-то в комментариях писал, какой-то серии мы призрака редкого урука потеряли, вражеского, мы его не захватили. Сказал, вот почему ты его не воскресил? Видите, я не могу воскрешать, который не под моим контролем, вражеский. Не могу. Доказывает тот факт, что только своих можно поднять с того света, так сказать. Так, теперь погнали в бойцовские ямы. Наш нескрушимый и всеми любимый башня должен там себя проявить. Три так сказать боя в бойцовских ямах. Начнем с червя. Какой-то щитоносец урук хай. Давай, братан, прояви себя. Шака ни разу еще не проиграл. Если ты проиграешь, я не знаю. Я тебя буду воскрешать с того света и будешь у меня нежить ее. Ну, плюс то, что не на Карагоре теперь. Посмотрим, что станет с твоей самоуверенностью, когда твои внутренности окажутся снаружи. Я знаю более больше, чем ты можешь себе представить. Я! Это башня! У-у-у! Не позорь, не позорь свое прозвище Великую Башню, япония, мать! Тебе какой-то петарды просто откинули толпу. он жесткий, он жесткий, как и наш предшественник. И цепями, смотри, бац! Я думаю, сейчас добьет, но нет, он не позволил ему цепями добить. Ну, неплохо этот уровень 33-й уровня дает отпор нашей башне, и он пришел в ярость! Утого ее приспешник добил. Вот отчего он сейчас пришел в ярость? потому что противник был ошеломлен. Я так это понимаю. Ну, красава, победил. Нам не дали очко навыка, значит, мы уже здесь участвовали. А вот здесь, в войнах, копьеметатель какой-то. Здесь награда 4000. давай-ка, дубль 2. Ты уже ждешь, и не дождешься, как и я. Многие пытаются залезть на башню, но все падают. Ну-ка, покажи настоящий урон. Вот это я понимаю. Тот, конечно, в ярость. А, не, все. Все. Какая в жопу тут ярость. Он просто подошел, он нахрен башку оторвал. Два удара и все. О, смотри, сейчас над раздали мне деньги вроде. И не дали, хрен поймешь. Так, ладно, теперь третья бойцовская яма, чтобы открыть нам последнее улучшение в нашей крепости. ой, тут прям против тебя достойный противник. С горящей башкой тоже берсеркер. Это будет очень жесткий бой. Я знаю такие приемы, которых ты не видывал. Я знаю о более больше, чем ты можешь себе представить. Я это башня. Ну-ка. Хорош, 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 прям схватил. Об колено долбанул и разъярен. Вот это я понимаю. сейчас он под яростью и он шинкует прям как нехрен делать. Все, башня, хорош с ним играться. Что тут это уклоняешься, просто добей вы все. Вот и все. Кульбиты показывают, какие-то увороты. Они нам нахрен не нужны. Красавчик. Все три боя затащил. Я в тебе так сказать не сомневался. Проверим сразу нашу армию. вражеских я не вижу. Два свободных слота это норма. Это нормально. Абсолютно. Так, отдадим приказ. Ты, так сказать, мой личный телохранитель. и не вздумай сбежать и изменить имя. Потому что по-другому я не могу это описать. Теперь погнали лучшим крепость и отразим атаку очередную. У нас там останется последняя осада в целом защита это нурнан где мы уже отбивали атаку саурна дали ему защику еще дадим. Сейчас посмотрим кто у нас там штурмовой отряд 453 уровня неплохо очень даже неплохо а теперь внимательно посмотрим кто ведет эту армию голум беспощадный я так понимаю это берсеркер да да ужас берсеркер 59 уровня легендарный тут походу армия ужаса смотри тоже вот следующий мук калечащий ядовитые ужасы командир 48 уровня так первый у них кто там салу хайми они будут пытаться ломать стены это нужно учесть а то сразу сейчас к стенам будет идти призвать туда башню и избавиться от вот этих холок хаев чтобы не так просто было сломать стеру этот у нас с щитоносцами но это фигня командир отряда архенок несущий страх тоже огненный ужас разрушитель но он кстати высший ядовитые осадные звери с ним да тут все походу из племени ужаса пришли командир отряда хура кошмарный высший капитан с вывод камшелоп командир отряда тхрак ныцик ищейка с племени ужаса с ним огненные лучники командир отряда азлар ужасный преодоление атакующие орки гораздо быстрее захватывать ключевые точки чем мы можем в целом ответить давайте посмотрим так в принципе меня все устраивает струя огня отряде корей ядовитые осадные звери адское пламя зоркие лучники все меня устраивает никого я улучшать не буду у меня не так уж много денег чтобы на это когда у меня будет много денег я готов всех вождей и правителя лучше до максимального уровня пока довольствуемся тем что есть кто у нас будет еще вождем хороший вопрос очень даже хороший я даже не знаю давайте смотреть по легендарности есть высший дурачок вот который бубл погонщик это единственный легендарный что ли да а и вот этот круг злые языки тоже легендарный наверное бубл будет вождем и огненные мины плюс что я предлагаю сейчас каждому вождю предоставить телохранители начнем с тебя дуть дурной глаз с тобой получается вот этот и вот этот да ты с ним да ну давайте тебе дадим храни вождя хотя бы по три каждому тут у тебя вообще четыре перебор как по мне у тебя два да вот отдать приказ охраняй тут три тут три тут тоже три тебя двое вообще никого нету да ты лично охраняешь вождя есть у нас кто без дела вот ты без дела кстати вот вот этого дурачка пускай не знаю пускай он охраняет вождя а ты правители имел да вот тут как раз вождя потому что он все-таки этот дурачок посильнее будет какого-то звуку связника есть кто у нас без дела прям никого не охраняет ну в целом все да у нас таких нет у нас все нормальные ребята тогда давайте приступим очередной обороне в итоге у нас цитадель мясорубки 520 уровня против штурмового отряда 453 уровня давайте приступим поехали саурон и килибримбор по-прежнему заточены в оке они обузданы но не повержены неплохой у тебя форт но я ожидал увидеть кишки на стенах давай это исправим а я не против давай твоими кишками тут все обвесим как гирлянды почему бы и нет изначально нам нужно избавиться конечно от осадных зверей но самое наверное опасное это лук хай который сейчас будет пытаться сломать стены поэтому всех у лук хай сейчас давайте захерачим еще выжил ненадолго я удивился что осадный зверь выжил там кто-то внутрь пробрался уже в точку а тогда спешим на помощь к нашим лук хай подождут иди-ка сюда дорогой на тот свет сразу только попробуй вернись того света то еще тут у нас не убивайте он нам нужен с горящей башкой в нашем гарнизоне пригодится завербовать ты будешь мне служить норско адский твоя воля будет исполнена сражайся так ну а теперь разберемся с вашим предводителем тот кто привел вас сюда с вот этим вот вас ждем что там случишься никто тебе там по ту сторону не откроют тебя ждет мой яд ждет с нетерпением еще посмотрим насколько у тебя качественный яд конечно бомжи нам мешаются тут прям он крепкий весьма крепкий но в любом случае этому не поможет все можем принимать его отныне ты служишь мне это честь для меня сражается узончик вызываем козырь в рукаве башню давай дружок разберемся с новыми что-то там на меня бросать собрался не надо ничего бросать а он морозостойкие все твои усилия лишь нам на руку все эти призывы на помощь вся эта доблестная оборона лишь короткая отсрочка перед неизбежным башня разберись с ним я потом приду захвачу хотя чем не приходите уходить куда-то на сейчас захерачить свари пожалуйста я уговорил башни тут за 2 секунды сейчас приходу теперь ты служишь мне сражайся а кто-то истекает кровью нужно срочно помочь своих беде не бросаем ни хрена тут по налетела бомжей блин четко он попал по мне парами но ему не позвонить все-таки позволили попытаться меня добить тут вражеского вот этого захватить можно попробуем я принимаю тебя в свою армию фубар я буду служить себе нашел окхай на коленях поднять бы его подняли отлично захватываем все так сказать эти капитана ужаса будут захвачивать теперь ты мне были будешь служить взяточнее будешь тут это налоги собирать это крепости то что еще тут все мне казалось тут еще был башни угомонись угомонись я понимаю что бесишься он тебе не нравится на небе его все успокойся а чё все больше никого нет что ли что происходит башня призвал граугов у не гравов а карагоров карагора взяли напали на меня увидели что это башня немножко показывает непреданность мне явно этот пытал стенку сломать у тебя не получится даже с твоим дулом который ты принес у тебя за спиной завербовать служи мне я твой избранный неправильно должен сказать я с тобой великий италии он душу губ сразу отъехал можно просто то ли называть я не против тот ошеломлен но мы тогда его сразу приходы пока он ошеломлен красивые форты выбрал для встречи со смертью от чего-то ошеломлен был от яда что ли они поймут но поборную постреляем в него и захватим отныне ты служишь мне забудь имя сауром да ты будешь моим избранным сражайся и чё за дуралей тут пожиратель сердец норску уехал так у нас там вообще на точке а прям жопа происходит желательно бы туда явиться боль там противник разъярен в ужасе кто-то отступал нас и нашего убили пожирателя огня подниму ужасе ты убегал не нельзя в поле бою убегать ни в коем случае никогда не убегай убор огни льё был убит сидеть от кого-то пауки прут я не пойму местный барашек захватим и примкнешь к моему войску нытик а чё нам нытиков не хватало в нашем гарнизоне нашего надо поднять она мать вы заколебали падать что происходит он беспощадный пол много вражеских погибло у нас единицы пали на самом деле за воротами капитан сломлен а все не то что сломли его там по кругу пустили по ходу они даже ворота сломать не смогли стену не пробили вообще без шансов здесь для них достойно защитили горгород до потери были у нас но они минимально там одного или двух и слабее но нужно держаться больше никого не осталось больше никому сдерживать эту армию так посмотрим гарнизон вообще в целом что по итогу у нас во-первых тебя увольняем силы хранители потому что ты со мной сейчас пойдешь и ты не сбежишь больше часто в кармашек перемещу и только попробуй сбежать потому что нам с тобой еще в нурнам идти а то гляньте он сбежал от меня поменял имя и все принципе тут все укомплектовано вражеских я не вижу мне из гарнизоне еще кто-то есть вот мы захватили которых сейчас вот мы их и есть обычные удивление что обычно вроде легендарные были были конечно легендарные важен вождя это просто капитаны обычно вот этих вот мы их принципе можем разместить тут есть место для размещения а вот этого можно понять понять точнее поднять язык не слушается можно поднять его с того света сделать нежитью труд этот пал пожиратель огня ну все гарнизон укомплектован в принципе крепость конечно не полностью улучшена а чуть прям больше никто тебе не защищает сейчас мы отправим хранение вождя есть еще кто свободный взяточник вот допустим хранение вождя нытик вот есть тоже можно отправить пускай охраняет вождя в целом конечно здесь все укомплектовано но есть что улучшать тоже правители вождей но для этого нужны деньги а так самое главное что мы отразили очередную атаку саурона остались конечно дополнительные задачи противоборства боевые отряды но это мы будем делать уже в следующих сериях а пока надеюсь вам понравилась эта серия ждите продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии ну и всем удачи всем пока